Владимир Владимирович Путин призвал правительство России и Центральный банк следить за уровнем инфляции в стране и порадовался высоким темпом роста зарплат, просто-таки высоченным. Все 13 вузов, проводящих экзамены для мигрантов на знании русского языка, что позволяет им, собственно, здесь работать, находиться, вдруг оказались рассадниками коррупции. Кто бы мог подумать? Боец ММА Магомедов требует, чтобы еврейские организации в России осудили действия Израиля и просит простить всех, кто штурмовал аэропорт Махачкалы. Духовное управление мусульман озаботилось выпуском мультфильмов для школьников об исторических личностях. О как! Спортсменам Палестины и Израиля никаких санкций не грозит. Чудеса двойных стандартов. Запрещать можно только русских. Олигарх Авен назвал ошибкой инвестиций в западные страны. В Рязани убит начальник отделения службы судебных приставов. Слава богу, что 90-е остались позади. Арестович рвется в президента Украины, троллит оппонентов и начинает публиковать предвыборную программу. В социальной сети Twitter, ныне X, распространяются призывы. Украинцы должны требовать от своих властей заключить перемирие с Россией. На Кубани десятки семей могут остаться на улице из-за решения суда. Дети мерзнут и скоро начнут голодать. Россия снова оказалась не готова к отопительному сезону. В Хакасии растет число детей и подростков, отравившихся вейпами. Проблема становится всероссийской. В Узбекистане за ношение никаба на улице будут штрафовать до 5 миллионов суммов. Добрый день, дорогие друзья, с вами Павел Иванов. Благодарю, что смотрите, что подписываете, что ставите лайки, пишите комментарии. Это наиболее полный обзор всех главных новостей за прошедшие сутки. Давайте вместе разбираться, что происходит в стране и мире. В своих фантазиях просто доходят до абсурда. Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов. Ох уж эти постельные клопы. Ох уж это барахло. Не нужно нам ничего, правда? Это в паршивом Советском Союзе умели только калоши производить. То ли дело Россия. У нас, оказывается, проблема произвести отвертку, гвозди. И многое-многое другое. Да, дорогие друзья, Путин считает, что нам это все не нужно. А что нам нужно? Видимо, нам нужны только танки и ракеты. Как раз то, что считается главным грехом советской экономики. Сильный перекос в военную сферу. И теперь Путин делает то же самое. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы вам очень признательны и благодарны. То есть вдумайтесь, да, в логику. Да кому эти нахрен отвертки нужны? Друзья, вам нужны отвертки. Вы понимаете, что отвертка это кусок железа и кусок пластика. Но в России этого нет своего. Мы это закупаем, мы это импортируем. А сейчас на это санкции наложат. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что зарплаты в стране растут темпами выше инфляции. И за год выросли на 7,5%. Как у вас там? С зарплатами. Чувствуете рост? Напишите уровень вашей зарплаты. Если вы сейчас не работаете, уровень ваших ближайших родственников, кто у вас работает, сколько там сын, дочь получают. Я вот знаю людей, которые до сих пор получают 25 тысяч рублей в Москве. Я всегда удивляюсь, как они вообще на эти деньги сводят концы с концами. Многие в кредитах. И они стараются не задумываться над тем, как они эти кредиты будут возвращать, отдавать. А что будет с банковской системой, когда по всей России начнется массовое банкротство физических лиц? И когда эти люди придут к Кремлю и спросят, а как нам жить? Нам не на что кушать, купить. Это у вас в телевизоре все прекрасно. Мне что-то подсказывает, что такой день все ближе и ближе. Президент заявил, правительству и Центробанку необходимо скоординировать действия по понижению инфляции. Вы знаете, что по российским законам Центральный банк должен следить за стабильностью курса национальной валюты? В Конституции у нас сказано, что Центробанк регулируется федеральным законом. В федеральном законе черным по белому написано «стабильность рубля – обязанность Набиулина и Центрального банка в целом». Но Набиулина многие годы говорит «Ой, был рубль 30, стал 60, был рубль 60, стал 90». Это же не важно. Главное – это инфляция. И теперь Путин рассказывает, как он рад росту зарплат трали-вали. А на самом деле он говорит, что Набиулина молодец, что Набиулина права. Главное – за инфляцией следить. И по мнению Путина инфляция у нас меньше 5%. А вот мы сейчас с коллегами собираем статистику, насколько подорожали яйца, курица, другие некоторые продукты. Друзья, если хотите участвовать в разного рода такой информационной работе, присоединяйтесь к нашему сообществу, следите, что происходит в вашем городе, в вашем регионе. Это можно сделать через наш телеграм-канал. Так вот, это вообще не имеет никакого отношения к реальности. Необходимо отслеживать динамику цен по социально значимым и наиболее востребованным товарам и услугам. Ну, там будет инфляция совсем не как в ваших отчетах. Санкционное давление будет и дальше усиливаться. Запад пытается наказать Россию, а в итоге ударяет по собственной экономике. Вот мне глубоко наплевать, что там у европейцев с экономикой. Может быть, Владимир Владимирович, пора говорить про россиян? Что с нашей экономикой будет? Что с нашей страной будет? Как мы будем дроны собирать, если отвертку свою собрать не можем? В общем, Путин призвал следить за уровнем так-так-так. Росстат. Вот мы обсудили заявление Путина. Росстат планирует снова изменить методы оценки доходов, расходов и сбережений россиян. Как только появляется опасность, что цифры получатся какие-то некрасивые, они просто меняют правила расчетов. Не нравится ответ в задаче «придумай свои собственные правила математики». Это то, что происходит многие годы. Федеральная антимонопольная служба России раскритиковала норматив о полках с локальной продукцией в онлайн и оффлайн магазинах Казахстана и Киргизии, выяснили в ведомости. Речь идет о приоритетном предложении местных товаров на торговых площадках в ряде стран Еврозес. Российский регулятор считает, что такой принцип является барьером в рамках взаимодействия стран Союза. Скорее всего, высказывания антимонопольной службы будут ни горячо, ни холодно. Если в Киргизии и Казахстане решили поддержать своего производителя, то так и оставят. Я с другой стороны хочу сказать, что почему Россия этим не занимается. В ряде регионов, например, Кубань, Краснодарский край, у них во многих магазинах есть отдельные полочки. Сделано в Кубани. И людям, как бы говорится, поддержите местных, поддержите наших, давайте, ребята. Это родное. И цена обычно ниже, потому что на транспортировку меньше расходы. И многие другие моменты. А почему по всей России эта деятельность не ведется? В Казахстане могут, в Киргизии могут, а в России не могут. Когда мы уже будем поддерживать своих производителей? Только банкиров умеем поддерживать? Компания Гидон Рихтер решила вывести на российский рынок сразу три дженерика, то есть лекарства, идентичных, известным, остановивших свою деятельность в России иностранных фармкомпаний. Представитель венгерской компании информацию подтвердил. По его словам, речь идет о препаратах Янувия, это ситоглиптин, галвус-вилдоглиптин, галвус-мет, комбинация вилдоглиптина и метформина гидрохлорида от швейцарской Навартис. В общем, нам Минздрав и Росздравнадзор уже полтора года рассказывают, что никакого дефицита лекарства нет. Оказывается, он кое-где есть, но занимаются этим почему-то не российские компании, а венгерские. Вот у нас сейчас уникальная историческая возможность, когда мы можем послать далеко и надолго на основании санкций все наши прежние договоренности со спокойной совестью выйти из ВТО и начать наконец-то поднимать собственную экономику, собственную промышленность, собственное сельское хозяйство, собственное образование, медицину и все остальное. Вместо этого нам говорят, «Да он, венгры!» «А, ну нам европейцы не будут отвертки продавать». При этом подразумевается, что мы купим китайские, турецкие, иранские отвертки. Не идет речь о том, что мы собираемся создать свои заводы по этим всем моментам. Вот я читаю эти новости, мне просто грустно и стыдно. Вы понимаете, люди сидят, вот как охарактеризовать этого человека? Мое ощущение, им на Россию глубоко плевать. Очередная победа Алишера Усманова в Германии, есть такой известный олигарх, суд Франкфурта на майне, постановил вернуть найденные во время признанных незаконными прошлогодних обысков недвижимости в Баварии, яхты Дельбар, предметы и документы. Ранее них может быть коллекция из 30 картин, включая работы Марка Шагала. Короче, олигархи-то потихонечку свои вопросики утрясают. Мне интересно, в обмен на что? Какую информацию Алишер Бурханович успел, может быть, там по секрету рассказать? Не, на самом деле, у олигархов сейчас в основном проблемы нарастают, но есть единичные примеры тех, кто каким-то образом умудрился договориться. Блумберг пишет, российский бизнесмен Петр Авен, помните, в 90-е был такой термин семибанкирщина, это группа олигархов, которые принимали решения, по которым выступал Ельцин, то есть люди фактически рулили страной где-то там небольшой отрезок времени, полгодика, годик там, по-разному считают. Петр Авен один из них, сейчас он свою такую активность давным-давно утратил, но сами понимаете, откуда ноги растут. Петр Авен говорит, что обыски в его лондонском особняке в мае прошлого года были похожи на психологическое давление, он очень расстроился. По его словам, в июле того же года в аэропорту Лондона полицейские допрашивали его в течение трех часов. В один из моментов его спросили, почему он и его партнеры инвестировали миллиарды в Запад, разместил свой головной офис в Англии. По ошибке, сказал Авен в ответ, по ошибке. До них начало доходить, что даже если сейчас тебя простят, то в любой момент, завтра, послезавтра тебя назначат виновным, тебя так легко ограбить, поганый коммерс. Все знают, что ты жулик. Я это не про Петровина говорю, я говорю про некого метафорического обобщенного олигарха, проворовавшегося чиновника, прокурора, следователя, судью, депутата. Мария Певчих заявляет, я не знаю, кем она сейчас, иностранный агент, экстремистка, террористка, как ее там правильно называть. Опасная женщина. За эти пару недель мне написало несколько знакомых из условно-творческой среды. В широком смысле кино, театр, искусство. Смысл примерно такой. Да, к Абрамовичу есть вопросы, но он правда очень помогает нам. Дал мне, моим знакомым, деньги на проект. Вот сейчас мы будем обсуждать ситуацию вокруг Дагестана. многие известные личности выступают и говорят, ну это же просто мальчики-мусульмане, зачем мы их будем как-то наказывать? Давайте их отпустим, давайте им все простим. Охренеть. Все они мусульмане, а российские законы для них не писаны. И наши чудесные либералы мыслят точно так же. если какой-то олигарх им помогает. Да пофиг, что он как-то связан с Путиным, пофиг, что он Россию грабил. Абрамович, святой человек. Ведь вдумайтесь, даже позиция Марии Певчих не важна. Она говорит про большое число кино, театр, искусство, деятели. Понимаете, я думаю, что там серьезные люди ей звонили. От простых она бы и трубку не стала брать. То есть все эти Макаревичи, Пугачевы, Галкины, они говорят, так он же наш, он нам помогает, он нас купил. Как это мышление, как эти люди могут нас, страну, учить жизни, изображать из себя какой-то высокий моральный уровень. Лишившись половины международных резервов, на 300 миллиардов долларов в результате санкций на Украине, Россия может потерять еще до 60 миллиардов долларов в виде зарубежного имущества. Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может апеллировать к принципу государственного иммунитета в споре с бывшими акционерами ЮКОСа. Есть такой у нас гражданин, иностранный агент, экстремист-террорист Ходорковский, который продолжает свою подрывную деятельность. Он спонсирует многие проектики всякие, там, знаете ли, ну, куча проектов самых разных. У меня когда-то была информация, что некоторые даже левые деятели получают от Ходорковского поддержку финансовую. Ну, и Ходорковскому Запад решил помочь. Ему собираются отбашлять 60 миллиардов долларов российских наших народных денег. Я вас уверяю, если это произойдет, или когда это произойдет, эти деньги будут использованы на организацию в России протестов, бунтов, революций, сепаратистских настроений, всякие там деятели на Северном Кавказе, в некоторых национальных республиках Дальнего Востока, Сибири, вдруг откуда-то у них появится оружие, какая-то интересная литература, какие-то блогеры вдруг начнут рекламироваться по всем социальным сетям, а потом скажут, ребята, а почему бы нам не обрести независимость? Короче, у Путина есть план, он однозначно хитрый, верный и безошибочный. Ограничения против России как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, сообщает Министерство финансов Российской Федерации. Это просто какая-то фантастика. Еще раз, в мире есть огромное количество алмазов, если бы их все продавали, цена бы упала очень серьезно. Ее искусственно поддерживают на высоком уровне. У всех забиты алмазами склады, их просто на рынок не поставляют. Есть определенные договоренности, сколько мы алмазов продаем, сколько не продаем. Россию собираются отсечь от рынка. Мировой рынок не потеряет ничего, это специфика алмазов. их уже слишком много научились добывать, они одинаковые, прозрачные, красивые везде, нет никаких уникальных, особых якутских алмазов, они такие же. Наоборот, если алмаз не прозрачный, а какой-нибудь желтый, оранжевый, красный, черный хотя бы, это уже серьезный плюс к стоимости. Цветные алмазы гораздо интереснее, гораздо большим спросом пользуются, вот они редкость. Короче, товарищи, наш Минфин пытается сказать американцам, что у них, у американцев, у европейцев, у азиатов пострадают наиболее уязвимые слои населения. Я пытаюсь найти этому логическое объяснение, у меня нет. Это похоже на слезы ребенка. Депутат Мосгордума Евгений Ступин иностранным агентом назначен, обратился к руководителям Евросовета и Европарламента с просьбой отменить запрет на использование в Евросоюзе и проезд на его территорию автомобилей с российскими номерами. Поддерживаю инициативу Жени, вынужденный переселенец живет сейчас на Кавказе и выходит на международный уровень. Ну и правильно, запрет на пользование транспортом в Европе выглядит как коллективная ответственность пресловутая, совершенно никак это по Путину и путинским там олигархам не бьет, никакого ему ущерба не наносит, и простые люди не могут понять, за что это, вообще что это за чепуха такая, и правильно, надеюсь, что уже не получится, надеюсь, что его дальнейшая политическая карьера будет идти только в рост. Песков о словах главы Дагестана про наказание участников беспорядков. Вот вдумайтесь, это его прерогатива, он наводит порядок в своем регионе, Кремль его поддерживает. Простите, что? За совершенное преступление человек должен нести наказание по уголовному кодексу, который один для всей территории Российской Федерации. Как это отдельно взятый губернатор может кого-то миловать и отмазывать? Вы что, белины объелись? Как может замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлять, что губернатор Дагестана может сам принимать решение, как наказывать? Вы там что? экстремизм, захват стратегического объекта аэропорта, погромы, хулиганство, грабежи, избиение, нападение сотрудников органов, простите, пожалуйста, это уголовные преступления. Было задержано там почти 100 человек, но арестовано только семеро, моя последняя информация, может быть цифра немножко изменилась, задержанные, арестованные, это разные вещи, многие люди писали это в комментариях, поясняю на всякий случай, еще разок, а где следственный комитет, где прокуратура? Ну, они вроде как взяли дело на контроль, но при чем тут нахрен губернатор? Махмуд Магомедов, в первую очередь хотелось бы обратиться к правительству республики Дагестана, лично главе Сергея Меликова. Аллах прощающий и любит прощающих, понимаете, надо прощать. Хабиб Нурмагомедов, который почему-то никогда не выступает с флагом России, выступает с флагом Дагестана своего любимого. Другой боец Магомедов, Хазбулла, вот этот вот известный медийный, брелок шайтана Хазбик, которого сейчас проявляют на экстремизм за подстрекательство к еврейским погромам, и бывший боец Хабиб Нурмагомедов репостит пост Махмуда Магомедова и требует отпустить братьев, разгромивших и разграбивших аэропорт в Махачкале, Аллах любит прощающих. Друзья, я просто офигеваю. То есть, если у нас кто-то репостит Навального, экстремиста, террориста, это все, это залет, это штрафы огромные, это административки, уголовки, это дискредитация, все что угодно. У вас на лице, перед лицом всей страны совершены преступления, их отмазывают, но это что такое? И они не чувствуют никакой угрозы. Это наши братушки, отпусти их по-братски, вообще, что ты? Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал дагестанцев найти Илью Пономарева, иностранный агент, спонсировавший телеграм-канал в Дагестан. Хамзаев обратился к дагестанцам, находящимся за границей, с просьбой найти эту крысу Илью Пономарева и призвать его к ответственности, но тут же добавил, что не имеет в виду криминальных действий. Это что за детский сад? То есть, у нас в целом государство беспомощно, у нас нет ни внутренней службы безопасности, у нас нет разведки, как это вот в знаменитой истории про израильский Моссад. Они по всей планете находили беглых нацистских преступников, убивали их, убивали террористов, кого надо, хватали, похищали, привозили в Израиль и там устраивали суд и казнили. Вот это, конечно, мирового уровня, ребята. А российские где чё службы? Какие-нибудь братья, эй, найдите этого мерзавца, но всё в рамках закона, призовите его к ответственности. Это что за позорище? Вот у меня, к сожалению, главное чувство, когда я всё это вам рассказываю, это просто стыдно. Депутаты Госдумы, чиновники, чемпионы мира несут пресс-секретарь президента, сам президент. спортсмены, спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства. Международный Олимпийский Комитет предостерёг от дискриминации на фоне конфликта в секторе газа. Международный Олимпийский Комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Охренеть! А почему российских тогда спортсменов от всех соревнований отстранили? Как это понимать? Деградация элитки, конечно, происходит в глобальном масштабе. Это не только проблема России. Но мы, как люди, которые здесь живут, должны думать, в первую очередь, про ситуацию в нашей стране. Как сообщает Юлия Латынина, иностранный агент, базирующаяся в Риге редакция «Новая газета Европа», нежелательная организация, отказалась публиковать ее статью о еврейском погроме в Махачкале в связи с тем, что эта публикация привела бы к расколу редакционного коллектива газеты. По словам Латыниной, автор не уделила внимания страданиям палестинских детей как причина того, что произошло в Махачкале. Даже либералы начинают понимать, что тут что-то не так. Зачем нужны ЦИПСО, когда есть GSC? Эпопея преследования русскоязычных игровых блогеров по национальному признаку продолжается. Я уже вам рассказывал о такого рода эпизодах. Украинцы просто по беспределу отправляют жалобы на российских блогеров, которые рассказывают про игры. И мало того, что их банит, блокирует Ютуб российских блогеров, Ютуб блокирует по жалобам с Украины. Это уже обычная ситуация. Даже на Рутьюбе блокируют по запросам с Украины. Рутьюб наш национальный, суверенный. Это что, если это не позор? Что это, если это не стыд? Дагестанский чиновник уволен за участие в беспорядках в аэропорту и антисемитские высказывания. Мало того, что у нас бойцы ММА, боев без правил, пытаются отмазать чиновников, оказывается, что на мерзкие инсинуации украинских цепсошников поддался даже один из чиновников Дагестана. Дагестанский чиновник ездил в аэропорт. И не маленький чиновник, не пишущая машинка. Серьезный человек. Не просто секретарь. Тоже участвовал в этой всей истории. Вы представляете, как интересно. Рособранадзор выявил нарушение во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов, для получения гражданства РФ и разрешения на работу. Генпрокуратура проводит соответствующую проверку, рассказала замглавы ведомства Светлана Кочетова. Слушайте, это фантастика какая-то. Мы об этом говорим. Несколько лет. Наконец-то вдруг провели проверку, а раньше проверок не было. Да у нас полно людей ходят по улицам со всеми документами, иногда даже с паспортом. Они вообще русский язык не понимают. Наконец-то провели проверку. В 13 вузах полно нарушений. Понимаете? Во всех. Что-то мне подсказывает, что ведомство, которое их курирует, крышует в том числе все эти нелегальные схемы. С другой стороны, на Камчатке мусульманина оштрафовали за несогласованный с властями намаз. 20 октября в поселке Круто-Берегово жители одного из домов пожаловались на шум в соседней квартире. В квартире! Когда на место прибыли силовики, выяснилось, что иностранец проводит пятничный намаз, в котором участвовали не менее семи человек. Все они мусульмане с суннита, работающие на реконструкции аэропорта то есть Камчатска. Мужчина пояснил, что проводил намаз, молитва в исламе, поскольку лучше остальных участников читает Коран. То есть это не было какое-то там богослужение, митинг. Прямо в квартире! Суд счел, что гражданин Таджикистана нарушил ФЗ о свободе совести религиозных объединений, поскольку вел миссионерскую деятельность вместе, не предназначенную для проведения религиозных обрядов. Простите, я вот не понял. Я у себя в квартире имею право молитвы читать? А если я буду не один, а с семьей или с друзьями? Я против нелегальной миграции? Я против нарушения интересов коренных граждан? Но это я не понимаю. У нас вообще закон или какие-то понятия? Глава следкома Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления по Самарской области Марата Галиханова. Жители Самарской области неоднократно и у меня на каналах были все эти истории жаловались на то, какой беспредел творят мигранты. Оказывается, все-таки нарушение допустил гражданин-следователь, который, видимо, за копеечку или по доброте душевной отмазывал граждан нелегальных мигрантов. И теперь у него начались проблемы. И слава богу, если бы молчали, если бы не жаловались, даже этих скромных результатов мы бы не достигли. Вот как выглядит товарищ Галиханов. Страшные вообще кадры. Я даже не хочу вам их полностью показывать. Толпа набросилась на 17-летнего студента в торговом центре Серпухова, Подмосковье. Хулиганам не понравилась одежда жертвы. Полиция установила уже трех агрессоров, им от 13 до 15 лет. То есть дети, подростки, 13-15 лет, могут, организуясь в банды, чувствовать себя всемогущими и нападать на студентов, на взрослых, на стариков, распространять запрещенные вещества, грабить магазины, устраивать рейкет, угрожать людям оружием и собирать с них дань. И все, что угодно. Слава богу, что у нас не 90-е. Духовное управление «Мусульман» запустило проект по подготовке коротких мультипликационных фильмов для школьников об исторических личностях и достопримечательностях российских регионов. Первые мультфильмы посвящены Московской соборной мечети писателю Федору Достоевскому. Спасибо, конечно, Духовному управлению «Мусульман» за эту работу. А можно вы сначала распространите на русском, узбекском, киргизском, таджистском языках информацию, как молиться, как не молиться, где молиться, где не молиться, как себя вести. Можно вот каждому мигранту будет выдаваться памятка, а лучше даже в виде какого-то комикса, потому что этого не хватает как воздух. Про Федора Михайловича, наверное, как-то человек узнает, если у него будет потребность. А вот про то, как надо себя вести в России, мне кажется, узнать просто негде, потому что наши доблестные силовики этом озаботиться не могут. Почему бы Духовное управление «Мусульман» вот этим не заняться? Я готов помочь в оформлении, в составлении. Пожалуйста. Мигрантов могут обязать покупать медстраховку своим детям. Возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования для своего ребенка прорабатывается в России, сообщила уполномоченный президент по правам ребенка Бария Львова-Белова. Россия гостеприимная страна, в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться. Я напоминаю, что по оценкам официальных лиц мигрант получает от государственного бюджета от 700 до 2,5 миллионов рублей господдержки в виде льгот, субсидий, выделяемых земельных участков и всего остального. Миллионы рублей. И в том числе идет речь о медицинском обеспечении. Поэтому считаю эту норму абсолютно правильной, абсолютно логичной, но что-то мне подсказывает, что она не сработает. Как вы думаете, почему, напишите в комментариях. В Узбекистане за ношение никаба на улице теперь будут штрафовать до 5 миллионов сумм. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана. А мне интересно, вот у нас в России, когда люди ходят вот в каких-то никабах, хиджабах, парандже, какие у нас сейчас ограничения? Никакие. Как стало известно коммерсанту, в рамках расследования уголовного дела о хищениях средств Министерства обороны, выделенных на нужды спецопераций, следствие проверяет контракты на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным коммерсанта, речь в них идет о поставках коммерческой фирмы пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений. Просто вдумайтесь. Я вот просто когда читаю эти новости, у меня голова болеть начинает. По-моему, наши ура-патриоты вообще не в курсе, что в стране происходит. Они бы тут бегали и криком кричали. Пиломатериалы, доски, брусья, фанера может быть. Только на древесину для фронта с одной компании было выделено миллиард рублей. детей. А почему тогда на фронте это был дефицит долгое время? Почему местные жители привозили для этого строительства? Я не понимаю, как это объяснить. Слава богу, наконец-то взялись на фронте. все эти новости разбавляю. и у меня, чтобы голова меньше болела. и вам. Слава богу, что-то делается кое-где, кое-как. Вот еще, на самом деле, хорошая новость. Жители Югры завалили жалобами губернатора Наталью Комарову. Комарова оскандалилась кучу раз на всех направлениях. Открытый диалог главы округа с югорчанами длится уже месяц. За это время с рабочим визитом губернатор посетила 16 муниципалитетов. То есть, это почти каждый будний день. В месяце у нас 30 дней, 4 рабочих недели, 20-22 рабочих дня. Она проехала по всему региону. И она продолжает общаться с жителями, несмотря на все скандалы. Вызывает уважение. Несмотря ни на что. Вызывает уважение. По крайней мере, вот такой своей уверенностью и упорством. Молодец. Продолжай. Команда Текслера, губернатора Челябинской области, обрушат на жителей сверх платежи за мусор. Населению придется вернуть многомиллиардные инвестиции на строительство мусорной инфраструктуры. Вот это мне новость очень нравится. Я хочу до каждого из вас донести эту простую максимум нашей жизни. Все, что делают чиновники, делается за наш счет, за счет нашего кармана, за счет наших денег. Вот они проводят мусорную реформу, а люди потом с удивлением в шоке узнают. О как! Оказывается, эти бабки-то вон и что, товарищи, друзья, товарищи, это все вы будете платить. Если еще не поняли этого, поймете, платежки начнут приходить рано или поздно, так что схватите за голову. Придуманная Гоголем схема бессмертна. На мертвых душах погорела уже бывший главный детский психиатр Сибири Валентина Макашова. Помимо должности Минздрава министр, она совмещала должность главврача новосибирского детского клинического психоневрологического диспансера, что само по себе очень странно. Если ты министр, зачем тебе быть еще главврачом? На днях ей озвучили приговор по делу об особо крупном присвоении. Она на протяжении 11 лет получала зарплату пятерых несуществующих сотрудников медучреждения, накапала рублей. Вы знаете, это звучит очень странно. Если ты министр и за 11 лет наворовала только 10 миллионов на пятерых сотрудниках, то тут как бы два варианта. Вариант первый. Она воровала на всем, до чего могла дотянуться, и у нее на самом деле в загашнике сотни миллионов наворованного. Либо второй вариант это святая женщина, которая вот здесь решила немножечко себя обеспечить. На 10 миллионов рублей квартиру в центре Москвы не купишь. Уж тем более в центре Сочи не купишь. И в Лондонах, Нью-Йорках не обоснуешься. Это такая себе прибавочка 100 тысяч рублей в месяц, но это прям смешно, честное слово, для министра богатейшего Красноярского, а, это Новосибирского, крупного населенного богатого Новосибирской области. Слушайте, ну, я прям не знаю, как к этому относиться, но то, что схема распространена, это 100%. В Перми стоимость строительства третьего моста через Каму увеличилась на 22 миллиарда. Понимаете, да? За один год. Что такое подорожало, если у вас стоимость моста стоила 43 миллиарда рублей, а стало 65 миллиардов рублей? Это вот вы из подручных средств его строите, а бабки все это просто пальцем в небо. Новосибирские дорожники начали укладывать асфальт в снегопад. Вчера я вам показывал такую информацию из двух регионов, из Ижевска, по-моему, а еще откуда-то из Ульяновска. Могу ошибиться. Вот, пожалуйста, третий регион. Присылайте тоже свою информацию, если у вас есть. Это тоже делается через наш телеграм-канал, через нашего бота вы можете прислать новости. Потом, естественно, весной все эти дороги будут раздолбаны, скорая проехать не сможет, пожарная машина проехать не сможет, зато чиновники снова дорогу починят и на этом еще заработают. В Павловском районе разорвали контракт на 15 миллионов рублей о благоустройстве сквера. Проверка показала, что рабочие регулярно покидали территорию сквера. Уже выполненные работы были произведены некачественно и с большим отставанием от графика. Контракт расторгли, главе поселения направили представление о недопущении срыва сроков работ. Я уверен, что то, что рабочие постоянно уходят и перестают работать, об этом сообщили активные местные жители. Я призываю всех вас вовлекаться в эту работу, не проходить мимо того бардака, который происходит. Вашу энергию направляйте в мирное законное русло. 30 тысяч рублей за смерть ребенка на Кубане оштрафовали владелицу базы отдыха, где от удара током погибла двухлетняя девочка. Я даже не буду это как-то комментировать. Девочка умерла. Штраф 30 тысяч рублей. Я думаю, здесь комментарии просто излишни. 30 тысяч рублей за смерть двухлетней девочки. Краснодон. В ПГТ Северной постоянно нет воды. В чем проблема? Если ее дают по графику, то где график? Это издевательство над народом из Новороссии, из Донецкой области. Огромное количество жалоб такого характера. Но и на всей территории России это постоянно случается. То света нет, то тепла нет, то канализация прорывает, то водоснабжение страдает. Извинения нам надоели, дети мерзнут и скоро начнут голодать. Жительница Кубани пожаловалась на отключение электричества и бездействия служб. Жительница Станицы Раевской пожаловалась на отсутствие тепла и электричества в доме. Женщина пишет, что от сотрудников филиала Пау Россети Кубань она получает лишь извинения, которые не помогают согревать маленькую внучку. Об этом сообщили блокнот Новороссийск. Возмущенная жительница пишет, что ее семье надоели извинения от западных электрических сетей филиала Пау Россети Кубань. То же самое уже на фронте. О чем люди думают, о чем они говорят? Владимир Владимирович, мы хотим не зря рисковать жизнями. Боец СССР из Сочи попросил президента защитить 27 семей, которые хотят выселить из дома. Мужики ведь на фронте они все прекрасно видят, все понимают. Я очень надеюсь, что когда они вернутся, они все таки смогут стать какой-то новой струей в общественной жизни. Но это само собой не произойдет. Это будет новый большой фронт работы, понимаете? Если просто вернуться и ждать, что сейчас губернаторы будут плясать под нашу дудку, нет, так это не произойдет. Это вопросы политической, внутриполитической борьбы. Покой нам только снится, товарищи. Добрый день, опубликуйте, пожалуйста, Калининград. Во время занятий протек потолок. Ну, кто же мог подумать, что у нас школа должна быть готова к осадкам. Дети боятся, что потолок на них на счет рушится. Естественно, родители боятся, что заведется плесень. Ну, как-то вот, как есть, так и есть, ребята. Чем богаты, тем и рады. Небезопасный творог обнаружили в Хабаровском детском доме. Ну, а чё? Нарожали детей? Сами кормите. Ах, вам дети не нужны, так кто же их будет кормить? В детские дома у нас регулярно поставляют некачественные продукты питания. Это просто норма нашей жизни. Россельхознадзор успокоил. На прилавках Новороссийска только безопасный рис. С субботы в сетевых магазинах некоторые покупатели стали внимательнее рассматривать пачки риса. Кто меня постоянно смотрит, вы знаете, в чем дело. Официальная бумага вышла, я вам ее показывал в нашем телеграм-канале, она есть. Да, да, товарищи, в кубанском рисе знаменитом обнаружено превышение норм по свинцу помощь ЯКУ. Люди обеспокоились, но есть как минимум две проблемы. Когда со знаменитого Полтавского мусорного полигона вещества вылетают, испаряются или с дождевой водой расходятся по поверхности, никто точно не знает, как далеко они вообще могут путешествовать. Никто не знает, какой именно рис оказывается под ударом. Сколько нужно рис проверять? В радиусе километр, 5 километров, 15 километров. Это просто никто этим не занимается. Второй момент, вот этот рис собирают, а где его продают, под какими марками? Будут ли его продавать в родном регионе, где жители уже бдительность проявляют? Нет. Они могут его продавать на Дальнем Востоке, на Северах, в Москве, где угодно. И никто за это никакой ответственности не понесет. Теперь москвичам надо предъявлять штрих-код от СНИЛСа при посещении офисов Мои документы. Можно показать штрих-код в приложении Мой Айди. При этом оригинал тоже нужно иметь при себе, когда он необходим. Фантастика. Нам говорят, цифровизация это полезно, поэтому мы из бюджета выделяем огромные бабки. И мы эту цифровизацию будем проводить в интересах наших граждан. Потом оказывается, потом оказывается, что вы можете носить с собой штрих-код в приложении, но бумажку все равно носите. У меня одного это вызывает легкое недопонимание. Хотя, в принципе, если мы поймем, что на этих IT-проектах воруются колоссальные бабки, тогда никакого недопонимания не остается. В Пятигорске двухлетняя девочка попала в реанимацию из-за халатности родителей бывшей заводделом опеки. Заведующая получила из городской больницы информацию об ухудшении здоровья двухлетней девочки, которая плохо питалась, не своевременно, не регулярно принимала необходимые лекарства. Однако, заводделом опеки ничего не сделала, чтобы защитить права ребенка. Мы очень много говорим про то, что ювенальная юстиция на стране звереет, а вот противоположная ситуация. Просто ничего не стало делать, ребенку стало гораздо хуже, попала в реанимацию. Девочка двухлетняя. почему в одних ситуациях опека просто рвет и мечет, а в других проявляет преступную халатность. Подросток из Татарстана обратился к врачам из-за сильных судорог шеи, но ему отказали в госпитализации. На следующий день ребенок умер. 16-летний роман из села Осиново состоял на учете у невролога уже давно. если вы не заботьтесь о своем здоровье, если вы не находите себе нормального врача, который вас проконсультирует, подскажет, вы просто обрекаете себя на внезапную, а возможно страшную смерть. Это очень серьезно. Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях. Я читаю новости, у меня что-то я не понимаю. Кто кто виноват в моем диссонансе когнитивном? Я или Яровая или Минздрав? Я работал в школе. У нас был врач и медсестра, которые вообще-то были прикреплены конечно к поликлинике. Потом врач перестал ходить. Потом ее опять вернули. Какое-то время у нас была только медсестра. то есть в целом медработники школы они и так были из поликлиники. Они водили детей в эту поликлинику на диспансеризацию регулярно раз в год и все остальное. Что за бред? Что за инициатива на ровном месте? Я ничего не понимаю. У нас дефицит врачей, у нас дефицит учителей. И как вы их не прикрепляете, как вы их не перетасовываете, у вас врачей и учителей больше не станет. Вот главные проблемы, о которых надо говорить. А не имитировать бурную деятельность. В Хакасии растет число детей-подростков, отравившихся вейпами. Уже 16 случаев, и это только за 10 месяцев этого года. Я напоминаю, что некоторые ублюдки целенаправленно распространяют опасные отравленные вейпы, чтобы травить российских детей. Сами по себе вейпы, вот эти электронные сигареты, это не пар, это опасный глицерин. когда он проходит через нагревательный элемент, образуется акрихин, органическое вещество с канцерогенным эффектом. Так что вейпы курить в некоторых случаях даже опаснее, чем сигареты, особенно по часту и по многу и так далее. У подростков часто есть иллюзия, что это безопасная штука. Нифига подобного. Люди сотни лет курили и только в середине 20 века выяснилось, что курение приводит к раку. Это не значит, что раньше люди не болели. Пройдет 5, 10, 20 лет и будет у нас эпидемия мирового масштаба доселе невиданных заболеваний легких сосудов, сердца и так далее. Священник расчленил жену и спрятал голову в холодильник, пишут СМИ. В Нижнекамске предположительно из ревности поп зарезал свою жену, расчленил. Сообщают, что священник с 14 лет страдал шизофренией. Это псих больной человек. Я всех призываю помнить, что священники это просто люди, такие же, как и все остальные. Если в вашей жизни выдающееся значение играют советы и слова священников, или там мулы, или там еще кого-нибудь, у вас большие проблемы. Опера из Нижнего Новгорода обмазывает двери говном девушке, которая отказалась с ним встречаться. Он даже прям в форме это делает. Боже, я надеюсь, вы сейчас не идите. Ну, короче, священники, оперативники, осеннее обострение выдалось на славу. Показательное. Азербайджанские военные продолжают сортировать богатые трофеи. Кадры захваченных ПТРК в бывшей Нагорно-Карабахской республике. Захвачены десятки 9М-133 Карнет, в том числе с модернизированной дальностью стрельбы 8 километров. Около 300 Конкурс М, десятки ракет для ТОС-1А. Все то, что так необходимо нам сейчас на фронте, Азербайджан захватил к себе из Нагорного Карабаха. А у меня вопрос, а Азербайджан это точно украинцам не передаст, не отдаст? Вы же понимаете, чем это все чревато? Я просто офигеваю от тех успешных успехов нашей замечательной власти, хитрого плана Путина, который происходит во всех направлениях. Главком ВСУ Залужный сообщает, Украина должна расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Главком украинскими войсками Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Короче, на Украине усиливается внутриполитическая динамика. Судя по всему, и Залужный, как и Арестович, как и Порошенко надеются сместить Зеленского и стать следующим президентом Украины. Собственно, Арестович делает такое заявление. Пусть воюют только украиноязычные. Русскоязычные, как недолюди и иноязычные, они не должны иметь священное право защищать Украину. Короче, он троллит своих оппонентов, он говорит о том, что кому не нравится русский язык, кто пытается запретить русский язык. Ну, тогда пусть на фронт идут только украиноязычные, для кого украинский язык это язык родной. Просто троллит. И в то же время говорит «Ребята, я за русский язык». Зеленский, когда он шел на выборы, он тоже говорил, что он за русский язык. Предложение коллективному Западу. Мы готовы к варианту Киссинджера. Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем. Ну, короче, буду держать вас в курсе всей этой ситуации, пока что не ясно примерно ничего. Кроме того, что, какая-то движуха начинается. В соцсети Икс, бывший твиттер, массово, как спам, распространяются материалы, общая идея которых. Украинцы должны требовать от своих властей заключить перемирие с Россией. Массированная атака началась 25 октября. В течение нескольких часов твиты публиковались с очень высокой скоростью два с половиной твита в минуту. Вопрос французского журналиста президенту Казахстана Такаеву. Считаете ли вы, что Россия совершила ошибку, атаковав Украину? Ответ Такаева. Я не пророк. История потом вынесет свой вердикт. Очень изящная дипломатичная формулировка. В Рязани в микрорайоне недостоево, у магазина магнит. несколькими выстрелами в голову убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский. Просто отметим у себя это в памяти и пойдем дальше. Я думаю, в скором времени мы узнаем, кто мог за этим стоять. У военкомата в Москве, где ранее обнаружили взрывное устройство, произошел взрыв. Хлопок был очень громкий, но, видимых разрушений нет, дома целы. Тоже интересная история про диверсантов. Власти пытались сорвать открытие мурманского штаба Захара Прилепина, заявил депутат облдума Александр Макаревич. По его словам, к отелю, где в конференц-зале собрались сторонники Прилепина на открытие штаба, вызвали пожарных. Из-за этого пришлось эвакуировать всех людей. Презентация штаба состоялась у входа в отель, несмотря на топорно устроенный парад глупости. Египет готовится оказать содействие эвакуации семи тысячам иностранным гражданам из Палитинского сектора газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Это вообще фантастическая история. Египет должен открыть границу для жителей сектора газы, чтобы они могли эвакуироваться из-под обстрелов. Вместо этого Египет выпускает только иностранцев. Египет вместе с Израилем устроил блокаду и гуманитарную катастрофу в секторе газа. Хотя Египет это мусульманская страна, крупнейшая страна Ближнего Востока по населению. Но они не хотят, они боятся пускать в себе газа, жителей газа. Самолет Ил 96-400М впервые поднялся в небо. Напоследок давайте пару приятных хороших новостей. занимаются у нас импортозамещением совсем не так, как мне бы хотелось это наблюдать, но тем не менее. 26 минут в небе, проверяют устойчивость, управляемость, работоспособность всех систем, они отработали на отлично. Дай бог у нас появятся все-таки наши нормальные современные самолеты. в Перми подростки спасли пенсионера из пожара, возникшим из-за церковной свечи. Подростки шли мимо, сделали все, чтобы вывезти старика из горящей квартиры. Уважение таким подросткам. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, присылайте донаты, у кого есть возможность. Ваша активность помогает распространять информацию. Вступайте в наше сообщество, переходите в наш телеграм-канал, ссылка под роликом, подписывайтесь через бота, присылайте свои новости, вступайте в наши региональные каналы сообщества, становитесь нашим активистом, помогайте писать депутатские запросы, помогайте распространять и собирать информацию. Все вам доброго, до встречи уже завтра.